Семья – это большое счастье, ведь каждому из нас нужна забота, любовь, понимание, искренность. У нас очень крепкая и веселая семья. Мы очень любим путешествовать, гулять, играть в интересные игры. На нашем канале вы узнаете про мою очень веселую семью. Обязательно подпишитесь на наш канал, и вы увидите розыгрыши и путешествия, игры и смешные челленджи и много других интересных видео. Желаю всем иметь такую же крепкую и веселую семью, как у меня. Любите своих близких. Всем привет, ребята. Сегодня 22 число. Завтра мы выдвигаемся в Новосибирск. И вот видите, что я делаю. Готовлю котам их сухпайки. Значит, по пакетам я морожу собаке кашу на день, видите, котам на день. Собаке и котам на день рыбу по пакетику будут отдавать им. И еще у нас в летней поездке остался сухой корм. Еще будут насыпать им сухой корм по мисочке котам. Мы договорились, что нам будут приходить топить, кормить животных. Поэтому они у нас будут сыты и довольны. Это мы его им морозим. Я ее разбиваю просто порционно, чтобы котикам доставалось хорошо всем. И, ребята, собираемся в город. В город Новосибирск. Боря наготовила много дров человеку, который будет топить. Здесь собраны сумки. Одежда, которую мы будем одевать. Сумки. Три штуки. Одна, две, три сумочки. Одна полностью набита едой. Туда-обратно. Ее назад, наверное, скорее всего не будет. С нами рюкзак. Все, дети в машине. Осталось последняя сумка вынести без кота. Коты остаются здесь. Еда им здесь. А вот здесь все будет вот так закрыто. И там, видите, уже закрыта сеточка. И мы выдвигаемся в путь. Храни машину, Господь, которая будет стоять в городе на платной стоянке, Господи. Помоги нам, пожалуйста, съездить в Новосибирск. Провести там классное время, Господь. Живыми, здоровыми. Провести там время и живыми, здоровыми вернуться назад, Господь. Чтобы мы все от этой поездки получили огромнейшее удовольствие. Были напитаны, были сильными, были благодарными. Правильно? Да. Господи, благослови это время, наш путь, нашу дорогу. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Поехали. Все, мы, ребятам, на вокзале. Боря едет на стоянку платную ставить машину. Здесь недалеко, 300 метров от вокзала. А ребят он отвел уже с сумками на вокзал. Сейчас покажу, как мы там устроились до отбытия поезда. Будем сейчас кафешку еще здесь искать, чтобы что-то покушать. Ну, такое взять, знаете, кашу, пюре, что-нибудь. А вот и наши малыши. Здесь остановились. Так, прикольно. Мы как будто куда-то снова переезжаем. Ты, случайно, никуда не собралась? Нет. Точно? Тут на вокзале есть столовая. Пойдем сейчас посмотрим, что-то с собой возьмем. Ну, еще много всего здесь есть. Все, взяли мы пюрешку, гречку. И котлет взяли рыбных и говяжьих. Котлет на пару, но в духовке испеченных, не жареных. Прибыл наш поезд. К нам Саша приехал нас проводить. Туда, 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 туда. Ох, много людей. Давайте. Седьмой? Седьмой. Хорошо. Здесь идет ремонт. Узкий такой проход. Наш поезд и наш вагон, в который мы будем ехать. Где Аня? Не тащи, не тащи. Ты ее порвешь, не тащи сумку. Не трогай сумку. Да ты мне, ты-то отставай, давай билет. Ага, как? У меня Боря на руках плачет. Боря, не нервничай, еще 20 минут на посадку. Чего ты нервничаешь? Вот так вот Боря нервничает. Все, ребята, мы в поезде. Сейчас будем раскладываться. Аня обратно же снимает свое видео на свой канал. Мама, я снимаю. Тихо. Снимай, снимай. Я тоже снимаю. Так, а ну тихо. Я первая начала снимать. Очередь, очередь. У нас получается вот эти два места боковые. Вот эти два места боковые. И вот эти нижние места. А когда-то мы на этот вокзал приезжали. Помните, ребята? Да, помню, с Украины. А, да. Мы пересаживались в Москве на другой пост и тут пересаживались на другой. Здесь выходили мы вообще так. А, как выходили? Ну вот, мы здесь выходили и шли. Да. Нас встречал дядя Петя машиной, помните, и помогал переезжать. Поэтому, а сейчас мы говорим прощай Иркутск на две недели. И там мы увидим гигантскую надпись «Новосибирск». Помните, из нашего видео. Да, да, я тоже. Идет процесс обживания вагона. А как же. Мед надо достать. Что достать? Полтора суток ехать. Да. Ребята там уже сидят, общаются. Анюта кукукает. Бори-одеяло достанем. Да. Чтоб отдельно я его куплю. Да, его-его оденем. Маленько одену. Ну, раскладывай пока. А мы будем тут с Боряном куковать. Да, сына? Вот. Он что, спит, Таня? Не, отвернулся, смотрит. А-а-а. Окошко? Я сейчас тогда поближе туда сяду. Для того, чтобы разложиться, мы идем на хитрости. Короче, берем с этой сумки, все распаковываем по пакетам. И везде. Там, ну, этот, как она называется, Боря? Рундук. Рундуки под маленькие рундуки. В общем, все растолкаем. Будет нам уютно и тепло. И хорошо. В вагоне так жарко. Просто жарко, реально. Натоплено. А это и хорошо, и плохо одновременно. Потому что раздеться особо не разденешься. Но если холодно, об это было бы еще хуже. Так что, в принципе, хорошо. Довольный после молока ребенок. Ты что? Пусть, зятики. Пусть, пусть, пусть. Ай, скажи. Ку-ку. Ку-ку. Боречка лег отдохнуть. Я сижу, монтирую вам видео. Никак не могу вам смонтировать Алтай. Вот поездку нашу добить. Летнюю. Там очень много интересных событий разных еще происходило. Хочется все-таки вам выложить это все дело. Буду ехать монтировать. Боречка лежит, отдыхает. Покушал молочко мамына. И лежит, скажи, отдыхает. Да, да, да. А ребята играют в игры. Саша уже в свои поиграл. Хочет посмотреть, как Тема играет. А там Аня с Пашей. Тоже сидят за одной игрой. Хорошо, Сырочка. Ты будешь тоже на улицу смотреть, Сина? Там красиво, так красиво вообще. Прям очень красиво. Очень-очень. Смена каравула. Я с боковым мамочком. Вставай, пора выгружаться. Что? Что? Вот трасса. Мы этим летом тоже по ней ехали своей булочкой. Сонное царство. Таня спит. Будет почти спит. Не спит? Ребята в планшетах сидят. Но я сам такой же. Спать хочу. Сегодня поздно. Вчера легли, собирались. Сегодня еще рано встали. Чтобы дособраться, сложиться, машину. Сложить, приехать. Машину на стоянку поставить. На платную поставил. Договорился. На территории мини-гостиницы. Прямо возле жидовокзала. Заплатил за 11 суток стоянки. Там у них под шлагбаум заезд. Камеры везде. Закрыл машину. Она в надежных руках. И Господь поставил там ангелов. Вокруг нее. По нашей вере, по нашей молитве. И потихоньку катим. Сплю. Пока мама спит, папа монтирует видео. Что мы уже только здесь не делаем. И играемся. И спим. И ссоримся. Ссоримся. Да, я снимаю тебя, как ты ссоришься. А кто? А кто? А кто ссорился только что? Саша. Саша ссорился? Поэтому Паша кричал, да? Потому что ты ссорился? Ох, и Паша хитрый. Скажи. Говорит, что ты ссорился, хотя сам кричал. Я и успела это снять. Ага, и все слышали, что Паша кричал. Ох, и Паша хитруля. И играемся, и все. И игрушки разбрасываем, скажи. Чайок сейчас будем пить. Так, чай хочется прям, конечно. Кошмар вам слышать. Так, чай хочется, аж кошмар. Ох, не, не кошмар. Все хорошо у нас. Дети говорят, скучно, скучно. А я, когда лег поспать, даже не помню, когда я ложился спать в дне. Таня такая говорила, слушай, как на каникулы попали. Да, мы уже сколько лет днем не имели возможности. Нет, я помню, когда ложилась. Когда была беременна Борей. Вот, когда была беременна, я ложилась. Вы мне давали поспать. Это было сколько? Ему сейчас уже год и два. Вот, полтора года назад, короче. Я мало себе позволить поспать днем. А сейчас уже все. Никаких сплюшек. Надеть на себе не в семье невозможно. Это правда. Это разве что куда-то их отправлять? Разве что у нас теперь есть второй этаж. Туда можно уединиться, пойти поспать. А, да, кстати. Теперь уже есть возможность. Так, давай. Давай. Так. Смотри, как мама будет тебе его пускать. Боря, грань. Ага. Написай. Игрушку. Какие одололы. Я говорю Боре, никакие игрушки не нужны. От игрушек отказался, а чаем играемся. Короче, что нужно для счастья ребенка? Четыре пакетика чая и тарелка пустая. Этот он уже минут, наверное, семь мы с ним так и играемся. На, на еще. На, туда сюда перекладывай, туда сюда и перекладывай. Да. Давай. Давай, папе. Нет, вот в ручку давай. Давай в ручку. Вот так. Папа перенялась на пиету, да? Да. А мы себе морс делаем. Помните, мы брали морс, покупали. Дома у нас нет необходимости в таких пакетиках. У нас ягоды дома. А с собой ягоду в пояс не возьмешь. Вот такой классный мы микс себе брали. Шесть вкусов. А здесь молотая ягода получается с фруктозой. Все, больше ничего нет. Не краситель, не амбартизатор, ничего. Естественно, если краситель есть, то натуральный. Ну, то есть фрукта из фруктов, ягоды и так далее. Это уже остатки. То, что было вначале, я не успел снять на камеру. Ты сделай глоточек, и мы снимем тебя по-новому. Спасибо, это я алоэ попробовала. Я, правда, воды меньше в два раза добавила. Но это, короче, знаете, я даже вкус не могу передать. А ну давайте на борьбе перейдем. Хочу, чтобы он вам передал сам вкус. Посмотрим, что он скажет. Просто он любитель кофе без сахара, знаете, без меда, черный чай. Может, ему пойдет, зайдет как-то оно, и он более объяснит. И мы уже с двух сторон поделимся. То, что... Вот только что пробовала. Саша пил эту облепиху. Ой, сказка. Приятно, как будто я в этом слины пью. Ты алоэ пил? А ну, пробуй. Алоэ. А ну, пробуй. Так, Борь. Давай, на, не дойдет, все посмотрим. Мне просто интересно. Лицо на свет. Нормально. Че, нравится? Да. Ты что, только мне, но не идешь? Ну, ну, такое. Ну, можно было бы, давай чуть-чуть, чуть-чуть, но все-таки кисловатая. Воды, да? Давай. А ну, папа, сейчас попробуй сейчас папину реакцию посмотрим. Давай, папа. Что ты скажешь? Мне вообще нет. Ну, не могу я такое. Я же по жизни алоэ не люблю. Ты как будто вкус алоэ. Дай огурь першить. Тёма, на, пробуй. У тебя такое лицо, как у меня было. Ну, она, снимай. Ну, Тёма, что ты скажешь? Вкусы? Папа, это у нас тут с тобой вкусами? Мне просто в детстве алоэ удаль чем-нибудь запись. А мне? А ну, Паша, пробуй алоэ. Пробуй, дайте Паше попробовать. Мне интересно, просто у взрослых только такая реакция. Нет, у нас с ним должно быть одинаково. Нормальное. Надо чуть-чуть горечь. Чуть-чуть горечь есть такая. Кисло горькое какое-то, как они могут это пить. Слушай, что значит на вкус и цвет товарищей нет? Не могу такое пить. Поэтому миксы взяли, когда можно попробовать все вкусы. Я припиху хочу. Никакого алоэ больше в доме, чтобы я не видел. А не, ну в миксе оно-то есть. Не, в миксе-то есть, но просто еще другое можно. Мне, пожалуйста, не надо. Мне чернику. Пять с половиной часов вечера. У нас ужин. Омлет. Да, омлет, хлеб. Можно еще один кусочек? Да, там вот этот омлет уже весь есть. И я же, да? Весь общение. А, Боря нам настраивает роуминг. Это мы в Тулу въезжаем. И Боря быстренько, пока есть интернет, подключает нам. Как? Домашний регион, да? Будь как дома. Что-то такое. Нет, нет. Это мы, мегафон у нас. Интернет. Получается, вся Россия сейчас в мегафоне есть. А, функция вся Россия? Да. Ага. Ну вот такую функцию мы подключаем и все. И пользуемся. Сколько там в день, в сутки нужно платить? Не помнишь? Десять рублей в сутки. Вообще, для нас это копейки. Пока есть возможность, ставим Боря мультики. Ему тут не ползать нельзя. Никуда нельзя. Полы очень грязные просто. Поэтому оставили ему кукутики смотрит сейчас. Вот только где-то город, мы сразу мы ставим что-то. Сразу. Ну, оно подгружается немножко, он смотрит. Аня, мы не поедем. Неудобно там сидеть. Ребята, делал английский. Мы уехали. Тема тоже пошел заниматься. Репетитор, с которым мы занимаемся. Мы в онлайн-школе. Там, кстати, многие спрашивают, мы физически к нам кто-то приходит. Онлайн-школа мы занимаемся. В школе с репетитором. Сама репетитор, если я не ошибаюсь, в Испании живет. В Испании. Да, представляете, а вот она с нами учится. С детьми. Так, она задала много заданий, мы же на две недели выпадаем. Так она говорит, я задаю, говорит, так, что, говорит, учились детки, не отставали каждый день заниматься, чтобы не забывать. Вот это сидят, занимаются. Показывай, что получилось. Переводим. Переводим. Давай. А семья кушает тут. Наша семья кушает тут? Только Ане я не смогу. Нарисовать, потому что мало места. А, мало места. А ты Аню там подальше нарисуй, как будто она вдалеке идет к нам. А тут вот. А она как бы к нам идет, далеко. Ну что, дорисовала Аню? Да. Покажи. Вот она тайко идет. Идет тайко к нам кушать дом. А, я понял. А мы все... Так топит. Просто жарко. Просто очень жарко. В вагоне сейчас... А, вот сами посмотрите. 25 градусов. Жары. Жары просто. Все говорят, жарко, жарко, жарко. Но так классно есть табло. Время. Скорость. Очень классно. Туалет занят, не занят. Посмотрел. Шикарное земля. Тыгодка. А что, такого нету. Это они играют, что можно положить в спичечный коробок. Земечек. Банки им много, поэтому они решили в спичечный коробок поиграть. Тотя, теперь мой... Саша. Монетку. Монетку. Ой, молодец какой. Усениц. 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 Листик. Листик? Да. Та, что ли. Это тебе дают ложечку. Это новый вид игры. Нет. Ну, мы перекладывали чай. Теперь мы прикладываем ложки из тарелки в тарелку. Надо как-то занимать. Игрушки ему не интересны. Приходится вообще брать все, что есть, и как-то его умудряться. Поплыло все. Давай сюда. Вот сюда. Вот так. Вот, молодец. Умничка. Нижнеудинск, ребята. Нижнеудинск. Смотри. Мы здесь тянились, тянились. У нас в Нижнеудинском связаны хорошие воспоминания. Это одновременно и поломка, и одновременно новое знакомство. Что такое? Выезжаем из Иркутска. Минус 10. Приезжаем в зиму. Зима, город. Минус 7. Приезжаем в Нижнеудинск. Минус 5. Приедем в Новосибирск. Плюс 15. Ну, так вот тебе. В Сибири ты живешь, батюшка. В Северной Сибири. Мы же так дружили в шестом классе. Конечно, потом я в классе музыкой, а ты выступаешь в группе поддержки. Кто-то фильм смотрит «Чемовая пятница». Кто-то сидит. Кто-то грустит. А кто-то не может успокоить свои мысли, как папа. Так, садитесь и готовьтесь к экзамену. А что вы сейчас за мысли не успокоены? Сядешь со мной? Успокоены? Общение? Да. И все еще. Хочется вот так зайти в поезд, упасть, спать. Встать. О, уже Новосибирск. А не тут-то было. Семья. Детки. Детки. Требуют внимания. Детки. Требуют внимания. Ладушки. Где были? Бабушки. Ну? А что пили? Когда вот так делаешь, не должен слопать, когда так можно. Их равно внимательно. Синейленность как. Ку-ку. Ку-ку. Слушай. Ку-ку. 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 Что ты ничего? Все. Все легли спать. Спокойной ночи, малыши. Спокойной ночи, малыши. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Ночка была тяжелой. Хотя не знаю, наверное, как уговор. Но у меня была тяжелая. У все. Ты тут все обратно пораскладывала? Нет, я складывала. Это что побросали на быструю руку. Знаете, когда люди, когда вечер чуть-чуть. А я люблю, когда все убрано по местам. Поэтому. Боря, перед завтраком давай уберемся. Завтрак. И у тебя завтрак. А еще скажешь, что мы семечками по утрам завтрака, и вообще будет все. Мы завтракаем коктейлями. Семечками. Ты раскрыл наш секрет. Коктейль это такое, что уже выдумал. Такая зима классно. Как же мне нравится, вот когда много снега. Много снега. Это так хорошо. Коктейль это такое. Видите сами, когда-то были совсем маленькими. Привет. Крикота. Ты здорово. Холодно там. Зима. Снега. Видишь, сколько? Время папы с сыном. Что они тут вытворяют, а? Ой. Черт очень любит брать именно вот так сейчас вещи разные. В еду, вернее, со стола. Не рукой? Он не рукой берет. И рукой так, но ему по приколу так, я смотрю. Леприческа. Паречка, посмотри на камеру. И скажи, тебе нравится такая прическа? Леприческа нормальная. Леприческа. Где у нас обед? Вот у нас обед. Тут такая эта проводница хорошая. Женщина нагрела нам котлеты горячие. Печку нагрела. Купила я детям. Покажи. Купила. Забыли с собой все взять. Представляете, в попыхах собирались. Ни журналом не взяли, ни креслордом. Ничего не взяли. А она говорит, не умно. Все забыли, короче. Дети, скучно, скучно, скучно. А эта пришла греть, она говорит, слушайте, вот журнальчики может вам эта игра складывать. Я говорю, о, давайте. Вот эта еда, это не наша еда. У нас на столике места нету, то сюда поставили. Это в нами. И мы делаем пашу. Из картона. Из картона. Из пенопласта что-то типа такого. Из пенопласта? Ну, не знаю. Я не понимаю, что это. Ну, что понимали, что делали из чего-то. Теперь я играю в игры. Мама мне дала свой планшет. Это так проходят съемки на Анин канал. Вот. Короче, игра магнитные шарики. Не знаю, что это за игра, но она классная. Мама сразу... Ай, что ты типа в игру играешь? Семь. Светая, черная. Видишь? Там тень желтая, а там черная. Да. А что еще? А ну, посмотри уточки. Ну, что с уточками не там? А сейчас уже... Ну? Левная. Три уточки, три уточки. Видишь, молодец. Там три, а там две. Вот такой поезд у ребят получился. Он даже ездит. Смотрите. Класс. А он из поролона, да, типа? Да. Да, просто. Он мягенький, очень легкий. Вот при этом. Видите, конструкция какая. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту- Показал шеворот на вывороте? Ага. Вот, я бери, я бери, бери, теплевые полосы, ты хочешь Не попал, не попал, не попал Сейчас, может быть Ты мне в лоб попал Иди-ка сюда, выходи на открытое пространство Будь храбрецом Давай, выходи сюда А вот сюда выходи, так неинтересно Ребята попросили их сводить в тамбур, где сцепляются вагоны Ну открывайте дверь Давайте вниз Заходим Увидели? Пропускайте, человек Кто как? Кто здесь? Кто там? А кто здесь? У нас идут сборы Пошли Сумки собираем Все собираем Потому что нам выходить делать через минут 20, да? Ориентировочно Примерно, так что все собираем Все, собрались Причаливаем Причаливаем на вокзал Немножко От или при Все уставшие Приедем и заляжем спать А завтра, кстати, нужно спаться Замда Нам завтра некуда идти А это тебе не Москва за нами друг приехал на минивэне все влезем туда очень здорово а на чем не дороже короче там 9 мест самое главное 8 8 сводить водитель с водителем раз для нас новосибирске идет снег в принципе не очень холодно ребят все мы добрались на этом видео заканчивать и уже о наших хождениях на сибирске узнать из других видео все болечка сейчас поднимает колясочку идем в машине и едем домой отдыхать кстати я сделаю такую нарезку тоже в этот раз будет немножко другого формата съемки у меня будет жизнь за кадром также продолжаться какие-то нарезка интересных моментов хорошо что мы не последнем вагоне и отдельно будут какие-то куда-то будем ходить буду снимать но не будет такого что утром проснулись вечером заснулись знаете как обычном формате мы снимаем просто будут какие-то интересные моменты и они будут отдельными видео все пока пока до новых встреч папочка скажи пока пока привет пока пока а а а а а а Продолжение следует...